Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале! Сегодня решил продолжить серию «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже?» И раскрыть еще некоторые особенности русской бани. А именно — «Как не умереть молодым от инсульта в бане?» Такая опасность реально присутствует для многих! Как и опасность умереть от инфаркта! О чем я рассказал в предыдущем видео! А тема этого видео возникла спонтанно. Когда я в очередной раз принимал экзамен у потенциальных банщиков, мне был задан простой вопрос. Часто в банях, в саунах мы видели ведро с водой, кадушку. И люди, обливаясь холодной водой, стремятся получить больше здоровья! И, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, кто реально может таким способом закалять свой организм и здоровье укреплять! Для кого такой способ может быть опасен для здоровья! И кому такой способ угрожает? Чьей жизни угрожает этот способ? Поэтому смотрите это видео дальше! Я думаю, что вы все лучше и лучше будете использовать русскую баню и другие аналогичные способы оздоровления для своего здоровья! Какой же эффект вы можете получить, обливаясь холодной водой из ведра в бане? Все зависит от того, как вы обливание холодной водой проводите! Часть экспертов советуют буквально опрокидывать на себя ведро с холодной водой и стремиться, чтобы вода попадала на голову! Что вы при этом получаете? При контакте холодной воды с разгоряченной кожей происходит спазм сосудов кожи и кровь буквально выжимается из-под кожи в центральное кровообращение! Но! Под кожей головы, шеи, плеч не так много накапливается крови! А на остальные участки тела при этом способе обливания вода попадает в меньшей степени! И в этом ваше счастье! Потому как другая часть экспертов советуют лить воду на голову небольшой струей! При этом она растекается не только на кожу головы, но и на плечи, шею и на туловище! И вот здесь процедура уже приближается к той, которую я описал в предыдущем видео! Когда вы ныряете в бассейн с холодной водой! Резкий спазм сосудов кожи приводит к тому, что значительная масса крови перемещается в центр! И вы рискуете инфарктом! Но! Не имеет большого значения тонкой струйкой, либо потоком попадает холодная вода на кожу головы! Имеет значение то, что под кожей головы находятся мышцы скальпа! Действие холодной воды на кожу приводит к тому, что тонус мышц повышается! А значит затрудняется венозный отток из полости черепа! И появляется ситуационная гипоксия! И все, кто обливается водой таким способом, попадает в несколько иное состояние! Если у вас в прекрасном состоянии сердечно-сосудистая система! Она усиливает свою мощность! Усиливается доставка крови к полости черепа! Еще и повышается внутричерепное давление! После устранения гипоксии ситуация стабилизируется! Если же у вас гипотония! Иными словами, привычные цифры артериального давления низкие! Ваша сердечная система ослаблена! Она тоже будет пытаться устранить гипоксию! Иначе вы теряете сознание! Но! Устранение гипоксии будет несколько дольше! И если гипотоника уговорят таким способом закаляться в бане! Неизменное следствие! Это как минимум! Головная боль на несколько дней! Как максимум можно еще и потерять сознание! Потому что через полость черепа обычно проходит 20% крови! Человек теряет сознание, когда кровообращение снижается до 12%! Но! Здесь имеет значение не только приток, но и отток крови! Заблокировав отток, затруднив отток крови — гипоксия возникает! И если приток крови не смог с этим справиться — можно сознание обливаясь холодной водой и потерять! Несколько хуже, если вы не знаете состояние своей сосудистой системы в органах головы и шеи! Иными словами, повышение артериального давления в системе, повышение давления в полусе черепа будет происходить! И тестируется на прочность сосуды! Вот здесь риск инсульта и появляется! Поэтому те эксперты, которые знают эти особенности, они не советуют обливаться холодной водой, чтобы вода попадала на голову! Часть экспертов советуют, чтобы холодная вода попадала на шею или плечи! Вот к чему это может привести! Какие результаты здесь вы можете получить для своего здоровья? Вы узнаете прямо сейчас! Если при обливании холодной водой в бане вы начинаете с обработки шеи и плеч, основной путь венозного оттока из полоси черепа не нарушается! И риск инсульта резко снижается! Снижается, но не исчезает полностью! Одна из возможностей нарушения венозного оттока из полоси черепа — это напряжение мыслей шеи и плеч! Гипертоники это знают! И обычно при некоторых вариантах гипертонии тепло на воротниковую зону! Любым способом! Неважно это азокерит! Это парафин! Это просто горчичники! Это гальваника! Не имеет значения что? Имеет значение как вы расслабите мышцы в этой области! И восстановите венозный отток! Уберете гипоксию в полоси черепа! И снизится или нормализуется артериальное давление! В этом случае гипертоникам такой способ закаливания противопоказан! Как и противопоказан гипотоникам! Если у вас присутствует вегето-сосудистая дистония по гипотоническому типу! Иными словами, регуляция сосудистого тонуса у вас нарушена! И ваш организм может не успеть перераспределить кровь! Пустить кровь обходным путем! И ухудшится состояние в полосе черепа! Также я бы не советовал таким способом закалять свой организм тем, у кого в анамнезе есть мигрень! Это также может спровоцировать приступ мигрени! Остальные могут на свое усмотрение в таком виде обливание холодной водой в бане проводить! Но! Все же риск кардиологический в этом случае повышается! Если вода идет равномерно по поверхности тела, то сосуды кожи спазмируются! И в центральное кровообращение кровь перемещается! Иными словами, мало чем отличается такая процедура от неправильного использования холодной воды в бассейне, в горной речке! О чем я рассказывал в одном из своих видео! Поэтому в этих случаях я бы тоже вам советовал использовать несколько иной способ закаливания! О котором я расскажу дальше в этом видео! А в процессе дискуссии на экзамене возник вопрос! А может быть стоит обрабатывать поверхность тела несколько ниже, чем плечи? И к чему это может привести? Вы узнаете прямо сейчас! Если обливание холодной водой в бане! Вы начинаете с обработки межлопаточной области! Риск инсульта снижается практически к нулю! Кардиологический риск несколько выше! Все же еще значительная поверхность кожи подлежит обработке холодной водой! А значит значительная масса крови будет перемещаться в центральное кровообращение! Но! Даже для относительно здорового человека это вряд ли составит определенную проблему! Однако! Если вы как реакция на эту процедуру! У вас возникла боль в области сердца! Скорее всего вы давно не заходили к своему кардиологу! И скрытую ишемическую болезнь сердца проявили! Терпеть боль нельзя! Нужно применять любые средства и методы для ее устранения! Один из вариантов когда нечего больше применить! Раньше использовали горчичники на межлопаточную область! Иными словами, согревали эту область! Рефлекторно улучшалось кровообращение в области сердца! Но! Это не отменяет других средств! Более интенсивных средств воздействия! Вы не знали состояние сосудистой системы! И пока не знаете ее реальное состояние! И помощь вам реально нужна! А вот если у вас в бане вдруг возник приступ бронхиальной астмы! То холодная вода на межлопаточную область пожалуй самое быстрое и достаточно действенное лекарство! И приступ бронхиальной астмы таким образом можно убрать не только в бане! Но и в других условиях! Если он у вас возник и под руками у вас нет других лечебных средств! Обливание холодной водой в бане, обрабатывая область ниже лопаток я бы не советовал проводить никому! Акцентированный холодовый удар по поясничной области может нарушить работу почек! А это не самый простой и невосстанавливающийся фильтр в организме человека! А также выявить скрытые или плохо вылеченные когда-то болезни! У мужчин может напомнить о ранее перенесенном простатите! У женщин может обостриться аднексид! В любом случае мочеполовая система очень зависима от холодовых воздействий! И одно дело если вы случайно попали в не самые благоприятные условия! Другое дело если вы специально, целенаправленно пытаясь закалять свой организм! Неправильно используя холодовые процедуры обострили известную вам патологию! Поэтому такой я бы сказал бюджетный способ закаливания организма! Конечно можно использовать! Но разве что как не самый лучший способ самодиагностики! Оценки своего уровня здоровья! А если вам реально нужно закаливание в бане! Вы хотите холодовыми процедурами свой организм потренировать! Без проблем! Прорубь! Горная речка! Бассейн! Около бань или в банях всегда присутствуют! И как правильно охлаждаться! Как правильно закаляться! Используя эти водоемы! В моем видео! В одном из моих видео есть! Если вы подписчик моего канала! Вы это уже наверняка видели! Если нет возможно вам нужно подписаться! Тогда среди более чем 750 видео вам будет проще найти нужные вам! На те темы которые вас интересуют! По вашему здоровью! По сохранению его! А в бане есть еще одна возможность закаляться! Укреплять иммунитет! Это контрастный душ! Вы можете его легко сами провести правильно! И порегулировать сосудистый тонус! И потренировать свой организм! К другим не самым благоприятным условиям! Которые вы можете попасть на протяжении жизни! А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! С привычным подписчиком моего канала словами! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! А по соотношению лайков и дизлайков я пойму аудиторию своего канала! Дизлайки я так понимаю поставят сотрудники ритуальных услуг! Потому как теперь клиенты попадут к ним не так быстро! А вот сотрудники бань или те кто регулярно посещают бань? Я думаю что поставят лайк! Как и те кто баню не хочет идти сегодня! Но возможно вы можете попасть в будущем! И уже как правильно использовать такие средства закаливания? Вы уже знаете! Вы уже подготовлены! Также думаю что врачи реаниматологи! Невропатологи поставят лайк! В любом случае инфаркт либо инсульт в молодом возрасте! Это очень серьезная проблема! С очень мизерными шансами на выздоровление! Чем моложе пациент с инфарктом либо инсультом! Тем более разрушительные последствия в организме возникают! И тем меньше шансов на полноценное выздоровление! Поэтому я думаю что и вы тоже поставите лайк на это видео! А пока вы думаете кому из своих друзей, знакомых, родственников отправить еще и ссылочку на это видео! Я подумаю какое еще видео написать на моем канале и опубликовать! До новых встреч на моем канале! Продолжение следует... Продолжение следует...